По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от алкоголя составляет около 4% от всего населения планеты. То есть каждый год человечество теряет 2,5 миллиона жизней. Россия, увы, занимает первые строчки в рейтинге по количеству употребления спиртного на душу населения. Как обстоят дела в Чувашии, узнаем у главного нештатного специалиста-психиатра-нарколога, республиканского наркологического диспансера Ирины Бывыгиной. Ирина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, алкоголизм на сегодняшний день по-прежнему проблема номер один. Скажите, почему? В России потребляются крепкие спиртные напитки. А чем крепче спиртной напиток, тем он больше наносит ущерб здоровью нашего населения. И поэтому мы всегда, когда изучаем ситуацию, связанную с потреблением алкоголя, видим, первая грань – это то, что алкоголь может вызывать синдром зависимости от алкоголя. И маркером этого неблагополучия являются алкогольные психозы. Второе. Алкоголь вызывает очень серьезные последствия со стороны здоровья нашего населения. И вот здесь мы должны четко понимать, что даже обыденное потребление алкоголя в дозах, превышающей ресурсные возможности организма, приводит к тому, что гибнет еще больше людей, чем указано в статистике. Потому что каждая четвертая смерть в России связана с потреблением алкоголя. Пагубные последствия потребления алкоголя сказываются на качестве жизни населения, на нашем человеческом потенциале. И третья, очень такая страшная вещь, о которой мы сегодня не задумываемся, то, что этот алкоголь воздействует крайне пагубно на еще не родившихся наших деток. Катастрофа заключается в том, что алкоголь сам по себе никому здоровье не приносит. Убийство в состоянии опьянения, падение с высоты в состоянии опьянения, суицида. И вот как практический доктор, я хочу сказать, тоже в состоянии опьянения. И самое обидное, что идут ресурсы здравоохранения. А когда утром прихожу и спрашиваю, зачем совершили суицид, получаю ответ, не знаю, пьяный был. Сердечно-сосудистые заболевания и инсульты. Смертность от циррозов в печени, от кровотечений. Проблемы с гинекологической сферой и нарушением функций почек. Вот все то громадье проблемы, которое у нас сегодня связано с алкоголем в России. А как человеку почувствовать ту грань между просто выпить и уже, когда он переходит в стадию алкоголизма? А вы знаете, здесь чувствовать не надо. Кому-то кто-то становится зависим с первой дозы. То есть и сегодня у нас есть такая очень интересная вещь. То есть если родители культурно в кавычках потребляли алкоголь, у ребенка риск заболеть синдромом зависимости намного выше. А как на простонародье определить, как вот я не буду говорить, медицинские критерии. То есть вначале человек определяет, когда он будет пить и сколько будет пить. А тогда, когда формируется зависимость, его алкогольная змея сама решает за него, когда ему пить и сколько пить. То есть человек здоровым своим полушарием понимает, что ему нужно идти на работу, что ему нужно воспитывать детей, что у него маленький ребенок, например, у женщины. А она слушается алкогольную змею, которая говорит, а ты вначале выпей, а потом будешь заниматься ребенком. И что еще самое страшное? Тогда, когда обычный независимый человек прекращает пить, ему плохо, потому что он отравился. Каждая клеточка требует жидкости. А когда у нашего отнимают алкоголь у зависимости, у него начинается белая горячка. То есть у него начинается психоз. Не потому что он выпил лишнего, а потому что у него не хватает алкоголя. И у него, как говорится, с психикой становится проблема. Выделяется дофамин, конвульсивное влечение. И здесь он уже ничего не понимает. Статистика отравления некачественным алкоголем совсем неутешительная у нас в России. Вот хотелось бы узнать еще данные по Чувашии. Вы знаете, в общей сложности за 9 месяцев у нас зарегистрировано отравление 793 случая. Из них 182 окончилось летальным исходом. Но здесь, как я хочу сказать, здесь говорить о качестве алкоголя очень сложно. Потому что тот паттерн медико-социальных последствий, который вызывает алкоголь, первое, это количество, которое человек выпивает. И второе, понятно, что это качество алкогольной продукции. Вот я сегодня хочу фанфуриков затронуть тему не в связи с нашими бомжами. Здесь уж, как говорится, нужны социальные меры поддержки и юридические меры поддержки. А именно сегодня этот алкоголь некачественный. Он стал доступен нашим несовершеннолетним. То есть пример очень много. Летом, пожалуйста, поставили алкоматы. Гражданская 48, Северная ярмарка. То есть приходи, кидай копейки, которые тебе на обед дали, а оттуда, извините, фанфурик вылезает. Конечно. Буквально сейчас, как член общественной палаты, мы проводили рейды на заливе. Значит, то же самое. Идешь, дети играют, выигрывают, различные шарики выбивают, и приз, приз шампанское, которое стоит на солнце. Это же кошмар. Опять доступно ребенку. А что это за алкоголь, который простоял на солнце? И вообще непонятно. Но там паспорт не спрашивается. Последний рейд по аптекам. То есть вы знаете, что сегодня Министерством здравоохранения проводится, и вообще в нашей республике очень активная работа, направленная на наше население, на поднятие гражданской позиции нашего населения. Мы сегодня видим, что у нас, значит, среди детей от 0 до 17 лет зарегистрировано 37 случаев отравления спиртосодержащей продукции. Тем более, что 30 случаев среди детей до 14 лет. То есть что они могут достать? Они пойдут в супермаркет, там все-таки контроль. А они пойдут куда-то в почтовый киоск, они пойдут в аптеку, они пойдут, извините, на залив, в алкомат. И вот результат, эта первая проба заканчивается серьезными отравлениями. То есть и вот здесь, конечно, сегодня очень важна гражданская позиция нашего населения, потому что если нет законодательной базы, то должна быть наша гражданская позиция, то есть вызывать и полицию, и, значит, решать вопросы осуждения людей, которые имеют вторую болезнь – алчность. Гражданская позиция – это, конечно, хорошо, но на сегодняшний день нет такого закона, который регулировал бы продажу спиртосодержащих настоек. Вот как бы вы видели этот закон? Ведутся работы очень серьезные. Первый момент уже много лет тому назад Министерством здравоохранения был инициирован в наш госсовет закон об ограничении торговли в розничестве спиртосодержащих жидкостей. Сегодня здесь выход один. Всю продукцию, которая содержит алкоголь, должно быть в руках государства. И только тогда у нас будет более-менее нормативный порядок, поскольку вот этот регламент уже нельзя будет выйти в лазейку. То есть как можно будет продавать, например, в киоске? Как можно будет продавать, если это будет запрет? Все спиртосодержащие жидкости должны подлежать акцизу и должны продаваться именно как спиртосодержащие вещества. И поэтому сегодня этот вопрос стоит очень остро. И в Госдуме Российской Федерации вы знаете, что общественная палата Чувашской республики, я как член общественной палаты, проводили слушание по снижению негативного воздействия на организмы совершеннолетних алкоголей. Значит, сейчас у нас этот вопрос стоит уже в Российской общественной палате. Целая группа активистов подготовила проект законодательного акта. И, вероятнее всего, все-таки нужно время. И времени-то у нас нету, потому что растут дети. Поэтому здесь все-таки поддержка этого законопроекта будет иметь очень большую роль. Постепенно, постепенно, все-таки по какой-то крупице начинают отмечаться положительные результаты. Я хочу сказать даже по тому, что есть с отравлением, что было и что стало. Стало меньше. И алкогольных психозов у нас стало меньше. И отравлений стало меньше. То есть все-таки вот те крупицы нашего профилактического воздействия, наших активистов, нашей власти, наших министерств и ведомств приводят к тому, что все-таки плохо, но не до такой степени, как было много лет тому назад. Вот в последнее время все чаще звучит тема, чтобы возвратить медотрезвители. Вот скажите, они как-то изменят эту ситуацию? Вы знаете, действительно, проблема медотрезвителей, она очень остро стоит сегодня в Российской Федерации. И сегодня этот вопрос действительно требует решения. В республике сегодня на уровне города, на координационном совещании при главе нашей республики Михаила Васильевича Игнатьева было принято решение, что пока вот этих пьяных размещают в помещении, это не наркологический диспансер, это специальное подразделение для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей действительности. Оно с первого числа у нас уже, ноября, функционирует. Туда доставляют лиц, которые не могут передвигаться и лыка не вяжут. И вы знаете, здесь не только бомжи, здесь всяких людей много. Поэтому это, конечно, неполное решение вопроса. Понятно, что для каждого региона эта проблема стоит остро. Но для того, чтобы как-то сохранить человеческие жизни впереди зима, чтобы они не замерзали, то есть взяла на себя это Министерство здравоохранения. Ирина Евгеньевна, спасибо вам большое за беседу. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин